МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бобруське продолжается декадник безопасности. Как выглядит пожарный антирейтинг. Миниатюрные парогенераторы и механические руки. В художественном музее открылась выставка «Стимпанк кукол. Есть ли душа у игрушки?» А также бомбардировочная авиация. Олимпийская лицензия и необдуманный шаг. На перекрестке 50 лет в ЛКСМ и Ульяновской сбили пешеходов. Кому понадобилась госпитализация. Пошли на красный. В Бобруське под колеса иномарки попали две горожанки. Инцидент случился сегодня в четвертом часу дня на перекрестке 50 лет в ЛКСМ и Ульяновской. Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина и две женщины 69-36 лет переходят проезжую часть дороги на запрещающий сигнал сфилофора. Когда пешеходы опомнились, пошли обратно. В этот момент их сбило авто. В результате аварии женщины получили травмы. Одна из них госпитализирована. Гаи также ищут свидетелей вчерашних ДТП. Первое произошло на Минской в 13.30 возле третьей поликлиники. В результате столкновения «Лады», «Гранта» и рейсового автобуса 15А пострадали два пассажира. Во втором случае на Крылова водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. «Опель» получил механические повреждения. Всем, кому известны какие-либо подробности происшествия, госавтоинспекция просит звонить по номеру 102. Быстрый заработок. Сотрудники наркоконтроля задержали группу закладчиков. Молодые люди, как сообщается, работали на интернет-магазин по продаже психотропов. Среди курьеров, жители Осиповичей, возраст от 14 до 22. Старшие из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков. У парней изъяли мифедрон и альфа-ПВП общим весом около 100 граммов. Старшие из них нигде не работают. Ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые задержаны. Следователям дана правовая оценка их действия. Возбуждено уголовное дело. Запрещенный товар планировалось разложить в виде закладок в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах. Новогоднее чудо, лыжные гонки и пониженный градус. Синоптики обещают ночные заморозки. Насколько опустится столбик термометра. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Вдоль гусграницы Беларуси на западном и на северо-западном направлениях вооруженные силы увеличили состав дежурных групп противовоздушной обороны. Отмечается, что для патрулирования привлекались два самолета Ту-22М3 воздушно-космических сил России. Также отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Сообщается, что с сегодняшнего дня бомбардировочная авиация будет совершать такие полеты регулярно. Белорусские лыжники получили четыре лицензии на Олимпиаду в Пекине. В феврале 2022 в китайскую столицу от нашей страны отправятся двое мужчин и две женщины. Квоты распределялись, исходя из рейтинга Международной федерации лыжного спорта. Всего в гонках примут участие 296 человек. Наибольшее количество лицензий получили представители России, Норвегии и Швеции по 16. Во время новогодней акции «Наши дети» впервые проведут благотворительный сбор средств. Праздничные события стартуют с середины декабря. В каждую семью и интернат, где детям требуется особое внимание, заглянут гости с подарками. Самых активных пригласят на главную елку страны. В марафоне добра участвуют представители госструктур, общественные организации и все неравнодушные. В Могилевской области сахарную свеклу убрали на 90% площадей. Осталось завершить работы в Быховском и Чауском районах. В среднем по региону урожайность составила 336 сантиметров с гектара. Также продолжается заготовка кормов для животных на зиму. Сейчас в закромах больше 1000 тонн. Обработка почвы для весеннего сева проведена на 69% территорий. Вывозится на поля органические удобрения под будущий урожай. В Беларуси 11 ноября ожидаются ночные заморски. Температура воздуха составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет до 10 тепла. В четверг прогнозируется облачная с празднениями погода, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по северу временами пройдут небольшие дожди. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 1989 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 619 708 человек. В Беларуси продолжается вакцинация беременных. Антиковидную прививку китайским вероцел сделали свыше 400 женщин. Безопасность и эффективность препарата подтвердила Всемирная организация здравоохранения. Будущие мамы тоже в группе риска. Медики уверены, польза от вакцинации превышает любую потенциальную угрозу. Чтобы не пополнить сводки МЧС, в Бобруйске объявлен декадник безопасности. На особом контроле специалистов неблагополучные семьи и жители, злоупотребляющие курением и алкоголем. Разъяснительные беседы с горожанами проводят спасатели, милиционеры и социальные службы. Движение продлится до 18 ноября. Важно в такой профилактической работе учесть все нюансы, касающиеся пожарной безопасности в доме. Это и эксплуатация печного отопления, электропроводка, электрооборудование, установка и эксплуатация правильная автономных пожарных извещателей, быт людей. Ну и, конечно же, напоминать гражданам о тех причинах, которые чаще всего приводят к пожарам. Из года в год в пожарный антирейтинг входят неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации устройства отопительных приборов, а также электрооборудование и электропроводки. В Бобруйске только в 2021 зафиксировано 79 пожаров. Жертвами стихии стали 4 человека. Фантастические куклы и место их обитания. В художественном музее развернулась выставка в стиле стимпанк. В экспозиции представлены детально проработанные герои, они будто сошли с экрана телевизора. К Арину Гуреевич окунулась в сказочный мир искусства. Во вселенной Сергея Дроздова паровые машины и другие ретро-технологии не исчезли, а достигли высочайшего развития. Фантастическая вселенная заинтересовала художника еще 10 лет назад. Начинал он с космических кораблей и подводных лодок, затем перешел к одушевленным персонажам. Сейчас в его коллекции сотни необычных кукол. Когда я начинал, они были маленькие, 18-19 сантиметров, потом подросли. Почему подросли? Потому что на куклах захотелось делать оружие, чтобы оно двигалось, чтобы взводилось. То есть в основном вот из-за этого. В маленьких миниатюрах очень сложно. Потому кукла увеличилась до 50 сантиметров. Сейчас она опять немножко, вот коллекция, поменьше стала. Сергей Дроздов художник. Но его материалы не кисти, а натуральные кожа, дерево, стекло и металл. В основе – запекаемая полимерная глина и набивной текстиль. Сами куклы – не просто экспонаты. Это персонажи с неповторимыми историями. На создание одних мастера вдохновили фильмы, на воплощение других – собственное воображение. Бернардо Мартинес – начальник охраны выдуманного короля Тирота. У куклы десятки деталей. Ремешки, чехлы, кармашки – все расстегиваются. Холодное оружие не отличить от оригинала. Им можно даже порезаться. Помимо классических кукол, представлена и коллекция браслетов. Мастер создал ее для рижского дома моды. Каждая деталь аксессуаров изготовлена вручную. Близнецов здесь нет. Среди экспонатов немало работ, которых объединяет общая тема. В их числе серия «Стимпанк в Африке». Ее герои – исследователи тропических лесов. Получилось, что такое стоит на цыпочках. Опять же, на костыле. Вот он, костыль такой у него. Вот. Из двух материалов. То есть, здесь дерево лоза, здесь идет металл. Сигары скручены из листьев. Не из табака, конечно, сигарного, потому что там немножко по-другому. Они скручены из листьев. Все как положено, обрезаны. То есть, можно поджечь и курить. В художественном музее на Горького, 28, презентована около полусотни работ автора. Выставка под названием «Сказочная страна. Синхромеханозия» продлится до 6 февраля. Гостей здесь ждут со среды по воскресенье. Время работы экспозиции – с 10 до 19 часов. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Добить до пола в Бобруйске проходит республиканское соревнование по волейболу среди юношей 14-15 лет. Спортивной площадкой стала «Дюш» номер 4. Сюда съехали 7 команд со всей Беларуси – победители областных этапов. Состязания растянулись на 6 дней. Сейчас в лидерах сборная Гродненского региона. Победители будут награждены кубком, дипломами, медалями. Также будут отмечены лучшие игроки в каждом своем амплуа. И будем надеяться, что победит сильнейший. Следить за ходом игры можно онлайн на сайте Белорусской Федерации волейбола. Прямая трансляция ведется с 10 до 13 часов. Поболеть за спортсменов лично можно по адресу Ульяновская, 35. Состязания продаются до субботы включительно. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok